Музыкальные инструменты есть абсолютно у всех народов, даже туземного населения окраин нашей планеты. Они в большом количестве имеются в фондах музеев, глядя на гитары сверху, начинаешь думать, что многорукий индийский бог, наверное, все же существовал. Как можно играть двумя руками на таких гитарах? Или даже на таких? Что это вообще за гитара? Судя по рисунку, она даже не лежит на стуле, а вроде бы стоит на штатной подставке. Впрочем, я не музыкант и не буду ее экспертно оценивать. Тем не менее, доказательств существования таких странных музыкальных инструментов в совсем недавнем прошлом, сейчас в архивах, имеется очень много. Кто-нибудь видел такие инструменты в употреблении сейчас? А еще в конце 19 века они были в широком обороте. И с годами эти инструменты исчезли, как и многие другие загадочные артефакты 19 века. Найти их можно только в объявлениях, продаже антиквариата или музеях. И то не во всех. Чем это можно объяснить? Включаем логику. Что может быть общего у этих инструментов и что сейчас отсутствует поголовно на всех? Правильно, вот это. Что это за безобидная деталь и почему она исчезла? Тем не менее, в начале 20 века на инструментах уже делают рудименты этой детали, а потом на более поздних моделях пропадают и они. В 20 веке пианино возвращаются в тот вид, в котором мы их видим и сейчас. Попробуйте предположить, для чего труба от печи слева на фото странным образом раздваивается и потом снова сливается в одну. Ответ будет в конце статьи, и к музыке он тоже будет иметь некоторое отношение. Едем дальше. Что можно сыграть на таком инструменте? Тут даже три блатных аккорда не получится сбацать. Тем не менее, такой инструмент был и использовался. Как он назывался, сказать сложно, но в Азии он был вполне распространен. И те же набалдашники, что исчезли с арф и пианино, на нем присутствуют. И не только на нем. Это киманча, еще один азиатский музыкальный инструмент. Про него говорят, что он в неизменном виде прошел сквозь века. Набалдашник на нем также присутствует. А здесь набалдашник превышает все мыслимые размеры. Неужели он влиял на качество звука? В данном случае, скорее всего, дань традиции. Когда-то этот инструмент выглядел именно так. Теперь его тоже делают так, не вникая в смысл. Восток дело тонкое. В Индии есть не менее странный инструмент, который называется вима. Для чего ему нужна такая интересная подставка, когда ее можно выполнить много проще? Наверное, здесь тоже дань традиции. Это гусли, которым приписывают происхождение на Руси. Как видим, в левом верхнем углу тоже какой-то непонятный металлический предмет. Тем не менее, в Европе тоже был инструмент, который своей формой напоминал гусли. От кого к кому этот инструмент пришел, сейчас уже не установить. Ощущение, что левый и правый бока этого инструмента сделаны не из дерева. А что у них там внутри? Очень странный инструмент. Тем не менее, он тоже был. На многих старинных виолончелях, кстати, не только на виолончелях. Вместо характерной завитушки на конце, иногда встречаются чьи-то декоративные головы. При этом все прочие детали виолончелей, даже смычки, всегда и везде одинаковы и отличаются только размерами. Как понимать этот факт? Очень просто. И завитушки, и головы, есть замена некой детали, которая на виолончелях стояла ранее и которой не стала. Эта деталь имела свой функционал, который был утрачен. Тем не менее, виолончели с той деталью в первозданном виде встречаются на антикварных аукционах. Вот только почему-то сайт аукциона не дает крупный размер этого предмета, впрочем, как и любых других странных предметов антиквариата. Это понятно, знающие люди, и без этого поймут, что там к чему. Что такое орган, знают все. Принцип его работы сводится в подаче жатого воздуха в нужную трубку или несколько трубок, и они издают звук нужной тональности. Тот же принцип, что и в дудке, флейте или даже свистке. Как сейчас объясняют, в каждом храме при органе есть потайная комната, где младший обслуживающий персонал надувал горными воздух в специальную емкость. Возможно, сейчас уже применяют компрессоры. Но если посмотреть на этот агрегат, то очень сложно понять, как надували воздух именно в такой, или в такие. У этих инструментов налицо все признаки мобильности. Неужели один играл, а другой рядом качал насосом? Это же не эстетично. Секрет этого инструмента, видимо, надо искать в другом. Как видим, на органах в 19 веке стояли все те же непонятные устройства, которые со временем или исчезли, или были заменены муляжами. Ничего нового. Как видим, секрет органа достаточно прост. Внутри него стоял в старых его версиях двигатель стирлинга, который гнал воздух в емкость, расположенную под ним. Этот двигатель, понятное дело, никто мускульной силой не вращал. Принцип действия его описан в других статьях. И это есть не что иное, как работа атмосферного электричества из купола храма. В мобильных органах было то же самое, только может быть в малых масштабах. А это, скорее всего, гибрид пианино и арфы. Что это такое? Ну и, наверное, на этом закончим с инструментами. Надеюсь, всем стало понятно, что музыку от них человек воспринимал, не только ушами. То, что мы видим, слышим, с этими инструментами сейчас, примерно то же, как надводную часть айсберга или дырку от бублика. Но какую субстанцию модулировали эти музыкальные инструменты своим тоном? Наверное, уже всем стало ясно, что сами по себе отдельно взятые они играют так же, как и сейчас. А для полного эффекта нужна другая, застывшая музыка, то есть архитектура. Возвращаемся в начало. Балаганы эти с такими лампами были, как ни странно, распространены по всему миру, от Китая до Америки. В Европе эти балаганы политкорректно называли музыкальными киосками. Как работали эти киоски-балаганы, понять можно только из картин. Фотографии работающих музыкальных киосков с включенным светом нет нигде. Имеются единичные экземпляры, но это уже с искусственно подведенным электрическим освещением. Те фото, что имеются, выдают только общий вид. Это музыкальный киоск в Париже начала 20 века. Видно, что купол еще не демонтирован. Это музыкальный киоск из американского курорта Саратога второй половины 19 века. Обратите внимание, насколько далеко стулья зрителей находится от этого киоска. Могли ли люди нормально слышать музыку на таком расстоянии или ее там что-то усиливало? А может, они приходили ее чувствовать? Это музыкальный киоск в Каире второй половины 19 века. Тогдашний правитель Египта, Исмаил Паша, настроил таких киосков великое множество. Несмотря на то, что центральная площадь Тахрир была затоплена в грунт, и большинство зданий Каира было разрушено, культура превыше всего. А что в России? Как всегда, с размахом. Как вы, наверное, уже догадались, внутри этих киосков-балаганов создавалось электрическое поле за счет атмосферы, и музыкальные инструменты своими вибрирующими частями каким-то образом это поле модулировали. Восприятие музыки шло не только через уши, но и через мозг. Когда-то что-то подобное, но без деталей, до нас хотели донести, если не ошибаюсь, в телевизионной программе Малахов Плюс, но что-то донесли как-то однобоко. Бывает. Это железная дорога 1904 года в Турине, соединяющая сам город с базиликой Суперга на горе в нескольких километрах. Это не совсем Альпа и Швейцария, но тоже пример исполнения железных дорог на холмистой местности и пищи для размышлений технически грамотных читателей. Подобные фото именно с такими странными локомотивами являются большой редкостью. Что за с позволения сказать комбайном управляют машинисты в белом костюме и цилиндре? Кто-нибудь может представить российских машинистов в такой форме одежды? Собственно, это всего лишь пример исполнения канатной дороги. Обратите внимание, трос обратной тяги расположили на роликах, отдельно стоящих на каменных конструкциях сбоку, идущих пошагово по всей длине линейного объекта. Тем не менее, вопросы остаются. Главный из них, для чего на локомотиве такая сложная система ременных передач? Это однозначно не редуктор, так как Локомотив не может двигаться быстрее или медленнее тягового троса, находящегося в специальном рельсе, в середине колеи. Для вращения генератора, служащего, например, для подзарядки аккумулятора, как в автомашине, слишком сложно. Неужели такой локомотив имел отдельный источник тяговой силы? Но это уже 1904 год, и все могло быть. А теперь мы перемещаемся из Турина в Швейцарию. Что это? Понятно, что самоходный вагон трамвайного типа, но что им движет? Троса явно нет. Даже если запечатлен момент, когда вагон едет вниз на своем ходу, все равно должна быть какая-то сила, тянущая его вверх, и для нее явно не стали бы специально натягивать трос на имеющиеся пустые ролики, видные на фото. Очевидно, в данном случае применялось универсальное железнодорожное полотно, пригодное для канатных и обычных дорог, только трос в данном случае не понадобился. Увеличим крупнее один из узлов этого вагона. А вот и его секрет. Тяга передавалась через зубчатое колесо на рейку, находящуюся в середине полотна. Никакой канатной тяги здесь не могло использоваться по определению. Какая же сила вращала это колесо, если никаких признаков котла на этом вагоне не просматривается? Неужели аккумуляторы? Еще одна деталь на дворе, точнее, железнодорожном полотне, 1880 год, если верить аннотации. Существование аккумуляторов допустить можно, но в этом случае их вес должен быть таким, что еще можно поспорить, что этот вагон смог бы заехать в гору на заднем плане, фото, даже без пассажиров. Ну и заряжать их тоже надо. И при таком конструктивном исполнении рельсов, на поперечных шпалах, из швеллера, эта техническая задача была бы не из простых. Наверное, не каждый бы отважился на поездку в таком вагоне образца 1893 года. Это, конечно, жуть, особенно с мыслью, что все это может в любой момент встать. Наверное, применение канатной тяги тут было невозможным. При таких искривлениях пути в трех плоскостях система поддерживающих роликов была бы очень сложной и громоздкой. Кто ездил хоть раз по вновь выстроенной подземной линии на канатной тяге в аэропорту Шереметьево из сектора D в сектор B, поймет, о чем речь, хотя там совершенно ровный по вертикали путь. Но это Швейцария, где безопасность людей были тогда и сейчас превыше всего. Наверняка такое техническое решение было продумано на случай нештатных ситуаций, и резервный источник тяги обязательно был. Но вот какой. Начинаем думать. Но это всего лишь 1875 год, если опять же верить аннотации, что во многих случаях делать не стоит. Это обычные трамваи, разве что в специфических условиях. Где в них может быть паровой котел? Такие вот загадки нам сейчас предоставляет энергетика прошлого, и мы попробуем их разгадать. Ну и для этого слегка забудем официальную версию эволюции локомотивов и паровых котлов. Как известно, коэффициент полезного действия парового котла составляет всего 0,5%. И вряд ли швейцарские коммерсанты могли позволить себе такую роскошь. А именно выбрасывание денег на ветер таким вот способом. Наверное, даже если рассуждать с такой точки зрения, уже можно отгадать подобные загадки. На этом фото 1880 года даже появляются явно паровые локомотивы, но дым из трубы упорно не идет. Даже если представить, что эта сцепка едет с горы своим ходом, то на таком участке не бывает только спусков, и котел должен топиться постоянно. Откуда же в этой системе берется пар? Энергетика прошлого продолжает нас радовать загадками. Продолжение следует...